Знакомьтесь, это Кирилл Чернов. Всю свою жизнь он посвятил автомобилям. Он пригоняет машины из Германии в Россию под заказ, помогает людям с покупкой автомобилей с пробегом, а также ведет свой канал на ютубе, где рассказывает о своей работе, снимает обзоры и интересные всем нам исторические сюжеты про машины. А это Василий Мельников, директор по корпоративным коммуникациям в компании BMW Ruslan Trading. Очень сложное и непонятное название должности у Василия, но если объяснять на пальцах, задача Василия состоит в том, чтобы потребители в России любили и покупали как можно больше автомобилей BMW. Наш следующий герой Фернандо Алонсо и его работа тоже весьма тесно связана с автомобилями. Он автогонщик. В свои 38 лет он дважды стал чемпионом Формулы 1 и дважды стал победителем Лимана. Серьезные достижения в мире автоспорта и каждый, кто увлекается автомобилями, знает его имя. Эти три человека находятся на одной чаше весов, но кто же на другой? Едем дальше. Вот этот милый дядька Карл Бенц. Посмотрите хорошенько на его фотографию. Один глаз у него так прищурен, а другой широко открыт, потому что Карл очень сосредоточен и одновременно удивлен, ведь сегодня его называют изобретателем первого в мире автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Да-да, Карл Бенц придумал вот это. Бенц патент Моторваген. Дословно запатентованная моторизированная повозка Бенца. Конечно, сходства с современными автомобилями не очень ярко прослеживаются, но да, это первый в мире автомобиль. Вот так вот нелепо он выглядел. Имел аж полторы лошадиные силы и мог нестись со скоростью 16 километров в час. Да, не особо впечатляет, но для 1885 года немыслимые цифры. Вот знаменитый Генри Форд, американский изобретатель, промышленник и предприниматель. В 1908 году ему показалось, что автомобили выпускаются слишком уж ограниченным тиражом и стоят дорого, поэтому американцы не спешат осваивать новую перспективную технологию. В связи с этим он придумал собирать автомобили на конвейере тысячами и даже сотнями тысяч. Так появился Форд Модел Ти, его еще называют жестяная Лиззи. Первый массовый и доступный автомобиль в мире типа современного Соляриса только больше ста лет назад. Ну и замыкает тройку Джарджетто Джуджаро, наверное, самый известный автомобильный дизайнер в мире. В какой-то момент он решил, что автомобили не обязательно должны быть сугубо практичными, но могут быть еще и красивыми, даже стильными, независимо от их цены и назначения. Джуджаро принадлежит около сотни автомобильных дизайнов, включая легендарный Делориан, а также премия «Автомобильный дизайнер века». Итак, эти три человека находятся на другой чаше весов. Но какая же из них перевесит? Конечно же, вторая. Ведь если для первых работа связана с автомобилями, то для вторых автомобили и есть сама работа. Если бы не инженеры, дизайнеры, промышленники, если бы не визионеры в автомобильном мире, то блогерам, подборщикам, гонщикам и продавцам просто нечего было бы делать. И тогда Кирилл Чернов был бы, ну, например, геологом, Фернандо Алонсо, вероятнее всего, стал бы велосипедистом, а Василий Мельников продавал бы телевизоры. Но все сложилось так, как сложилось, и сегодня мы имеем огромную, колоссальную сферу, в которой и вокруг которой трудятся миллионы людей по всему миру. И все это благодаря инженерам, промышленникам, дизайнерам, гениям и визионерам, которые видят чуть дальше, чем все остальные люди. Все это благодаря людям, которые знают, чего мы захотим задолго до того, как мы это захотим. Но откуда они вообще это знают? И всегда ли они угадывают? Возможно ли объединить все эти качества в одном человеке и каким будет этот человек? Успешнее всех на свете или же наоборот в попытках осилить все человек просто не справится и в итоге не преуспеет ни в чем? Сейчас вы узнаете, кто такой Хенрик Фискер, почему одни считают его величайшим неудачникам, а другие – величайшим гением. А главное, как начатая им автомобильная революция сначала стреском провалилась, а потом разгорелась в полную силу, но уже без самого Фискера. Здравствуйте, меня зовут Ерефей. Ерефей. Решил я тут давеча себе, значит, Тигуана прикупить. Предложений по этим машинам сейчас много. Ну, я, понятное дело, выбирал там, где пробег поменьше. Значит, я осмотрел машину, ну, года 2008-го с пробегом до 20 тысяч километров. Строго до 20. Да ладно. Там, вы знаете, был у меня уже как-то 20-летний Porsche Cayenne Turbo с пробегом 30 тысяч километров. Так там даже, представьте себе, уже и тормозные диски были на замену. Да-да, не удивляйтесь. Продал, перекрестился ненадежная машина. В принципе, логично. Ну, нашел я, значит, на каком-то сайте предложения продажи Тигуана 2007-го года с пробегом 7 и 12 тысяч километров. Четко. А продавал его хозяйка. Ну, правда, ключи и документы были у друга, брата, жены, мужа, деда. Но это не точно. Ну, хозяйка не смогла подойти, так он сказал. Вот. Неважно, мне-то что. Машина-то хорошая, я ее завел. Пробег, главное, маленький, небольшой. Я в этом ничего не понимаю. Ну, и я, как первые выходные, значит, понятное дело, поехал это, ну, с женой в театр. Приезжаем, значит, а друзья на рыбалке мне и говорят. Какой-то странный у тебя Тигуан. Смотрят, смотрят, а понять не могут. Это что такое, а? И тут Михалыч такой берет. Он у нас лучше всех в машинах разбирается. Сейчас я вам все объясню. Открывает автору, вбивает туда номера и пробивает по базам машинку-то мою, Тигуан мой. А там, ну, честное слово, досье Пентагона и история обслуживания, и ремонты, и ДТП, и когда продавалось где. Ну, я такой итог в фильмах, вот в сериалах про полицию видел, честное слово. И, значит, по этому отчету выходит, что я не Тигуана взял, а какой-то мотокультиватор. Я, если честно, еще немножко сомневаюсь. Ну, я все-таки Тигуан проверял, когда покупал. Толщиномером, значит, потыкал. Заводится, что он хорошо, у меня, значит, немного в теме. Ну, по отчету-то выходит не Тигуан, а мотокультиватор. Вот это поворот! Ну, в общем, я думаю лично, что я все равно хорошего Тигуана взял. Ну, да, реальное дерьмо. Но в следующий раз я машин будут покупать. Токма с приложением Автору. Там, значит, и ремонты можно узнать все, и пробеги усверить, и история такси, и каршеринг, история размещения объявлений. Ссылочка, кстати, на приложение Автору в описании к этому видео. Нужна машина с проверенной историей? Скачай Автору. В общем, эх, знать бы заранее, да скачать приложение до того, как отдал деньги за культиватор в мешке, как говорится. Сильное заявление. Вам, кстати, Тигуан-то никому не нужен. Хороший пробег, маленький, родной. Звучит неплохо. Эх, ладно, давайте начнем все сначала. Хенрик Фискер родился в Дании, окончил художественный университет в Швейцарии, переехал жить в США. Будучи ребенком, увидел на улице Мазера Тибора и так впечатлился, что начал рисовать всякие машинки у себя в тетради. Только посмотрите на этот космолет. Тут нетрудно впечатлиться. Увлечение переросло в профессию, и в 2016 году портал Goliath.com называет его одним из величайших автомобильных дизайнеров в истории, наряду с уже упомянутым Джуджаро. Нехило, да? Но за какие такие заслуги Фискер встал в один ряд с Джуджаро, который, кажется, нарисовал просто все машины в мире? Действительно, в портфолио у Фискера едва ли наберется хотя бы десяток машин, но зато какие это машины? За один только BMW Z8 Фискера можно назвать великим дизайнером. Посмотрите, эта машина просто вне времени. В ней идеальных пропорций, габариты, идеальная наружность и совершенный салон. Дизайн в меру классический и в меру футуристичный. Глядя на машину, думаешь, что она совсем новая. На деле же самому свежему Z8 уже 17 лет. Надо быть невероятно талантливым дизайнером, чтобы сотворить такое. В 2001 году Фискера переманили ребята из Форда, которые на тот момент владели брендом Астон Мартин. Для этого подразделения Хендрика Фискера назначили дизайн-директором. На новой должности Фискер нарисовал Астон Мартин DB9 и V8 Vantage, но на самом деле он придумал весь современный дизайн-код марки и нарисовал все Астон Мартины, которые производятся и по сей день. В 2005 году Фискер покидает Форд, однако главный дизайн Хендрика все еще впереди. С дизайном мы разобрались, но что там с предпринимательством? В том же 2005 году Фискер задумывается о том, что помогать большим дядькам делать классные машины это конечно хорошо, но все лавры и славы достаются кому угодно, но не ему. Поэтому он решает открыть сначала свое дизайн-ателье Fisker Coach Build, где на базе существующих автомобилей других брендов создавались уникальные индивидуальные кузова и интерьеры, а затем и целую автомобильную компанию Fisker Automotive, где Хендрик Фискер собирался построить премиальный автомобиль будущего. Для кого и зачем? Почему богатые и успешные люди, которые хотят бережно относиться к окружающей среде и беречь природу, вынуждены ездить на уродливом дешевом Prius? Ведь в понимании Fisker'а экологичными могут быть и красивые, изысканные автомобили. Мы предлагаем людям руководительную луксурию. Это и стало основной идеей Хендрика Фискера как основателя автомобилестроительной компании. Итак, мы разобрались с дизайном и предпринимательством Fisker'а. Ну, вроде бы там полный порядок, но что же с инженерной составляющей? Нет, инженером Fisker не был. Он лишь умел красиво рисовать и генерировать прорывные идеи. Он был предприимчивым, увлеченным, но все же просто автомобильным дизайнером. Нужных людей, которые бы подсказали, что делать, рядом с ним не оказалось, но главное, не оказалось так необходимых в автомобильной сфере денег. По современным меркам идея у Хендрика была превосходная. Создать экологически чистый, экономичный, но при этом красивый, роскошный и спортивный автомобиль, который мог бы конкурировать с BMW 5 серией по практичности и с Aston Martin по роскоши. Проблема была в том, что на дворе стоял 2007 год, когда люди были готовы отдавать по 100 с лишним тысяч долларов только за что-то экстремально мощное, минимум с 12 цилиндрами под капотом. Хендрик Фискер же предлагал нечто совершенно противоположное. Так что инвесторы находились с трудом. 5 миллионов дал итальянский бизнесмен Джан Франко Пиццутто. Какие-то компании из Пала Альто и сам Леонардо Ди Каприо подкинули еще где-то 90 миллионов долларов. Еще примерно 528 миллионов предлагал Департамент энергетики США, при условии, что новая машина Фискера будет создаваться из американских комплектующих. К сожалению, американских комплектующих наскребли лишь на 192 миллиона займа от департамента. Но займ практически от правительства США обеспечил Фискеру репутацию надежного заемщика и спровоцировал еще одну волну инвестиций, на которые удалось собрать еще где-то миллиард долларов. В итоге почти полтора миллиарда долларов на разработку абсолютно нового автомобиля, у которого должен был быть потрясающий дизайн, премиальные материалы, передовые технологии и адекватный ценник. Ведь даже очень богатые люди знают цену деньгам и уж лучше будут ездить на каком-нибудь дешевеньком Приусе, чем тратить не бог весть сколько на непонятную, пускай и экономичную игрушку. Стоит ли говорить, что по автомобильным меркам полтора миллиарда долларов это пустяки, пускай главный дизайнер был готов работать только за идею? Для сравнения разработка идеологически похожей линейки i обошлась компанией BMW в 4 миллиарда долларов, почти втрое больше, чем было у Фискера. А полтора миллиарда долларов, ну, обычно Volkswagen тратит на разработку нового гольфа. Что ж, подумал Хенрик, иногда достаточно и этого. Тем более в перспективный проект вписалась малоизвестная компания Quantum Technologies, которая должна была обеспечить техническую составляющую будущего автомобиля. Взяли что есть и принялись создавать невероятный и ни на что не похожий гибрид Fisker Karma. Но почему гибрид, а не электромобиль? Все дело в запасе хода. Даже сегодня аккумуляторы в электромобилях не очень совершенны, чего уж говорить про конец нулевых. А автомобиль для Фискера, как и для большинства из нас, это свобода. А какая тут может быть свобода, когда ты способен проехать в лучшем случае 300 километров? К тому же в те годы гибриды уже существовали и были понятными, а значит разрабатывать их было чуточку проще и дешевле. В 2008 году показали Karma. Невероятный автомобиль. Первый собственный автомобиль Fisker Automotive. Флагман компании. Это был совершенно новый продукт на рынке, но стопроцентный продукт Фискера. Посмотрите на эти фирменные усищи в переднем бампере. Что-то похожее есть даже в Z8. Это визитка Хенрика Фискера. Был заявлен большой запас хода, расход топлива на уровне 4,5 литров на сотню, разгон за 6,3 секунды, а также суммарная отдача в 400 лошадиных сил. Вместо привычной крыши солнечная батарея, вместо традиционных материалов в салоне сплошь переработанный текстиль, вторичный пластик и ДСП. Фискер обещал цену в 102 тысячи долларов, а также планировал выпускать от 11 до 15 тысяч автомобилей карма в год. Публика и инвесторы были в восторге. Но то, что должно было стать невероятным успехом, обернулось катастрофическим провалом для всех, кто имел отношение к карме. В 2008 году Фискер заключил контракт на сборку с финским заводом Вальмет в городе Ууси-Каупунки и тогда же начал принимать предзаказы. Первые машины должны были добраться до клиентов еще в конце 2009 года в США и в самом начале 2010 года в Европе. К 2009 году предзаказов насчитывалось уже почти полторы тысячи. Но никто из предзаказавших даже не подозревал, что к тому моменту не было произведено ни единой кармы. Проблемы начались сразу же. То не могли найти подходящий двигатель внутреннего сгорания, то поставщиков аккумуляторов. Компания Quantum Technologies, о которой сегодня уже невозможно найти никакой информации, изначально предлагавшая удешевить автомобиль за счет унифицированных комплектующих, столкнулась со слишком сложным и ни на что не похожим дизайном кармы. Из-за чего почти все составляющие автомобиля нужно было создавать с нуля. Упростить не вышло, зато усложнить пожалуйста. Как итог, Фискер бесконечно переносил дату выпуска автомобиля. Самую первую конвейерную карму он показал лишь в 2010 году, а первые клиентские автомобили покинули завод лишь в 2011. Катастрофа, скажете вы? Да, скажу я. Ведь если бы мне пообещали машину в 2009 году, а отдали ее только спустя два года, я бы закатил настоящий скандал и устроил бы истерию. Слава богу, Леонардо Ди Каприо, который был первым человеком, получившим карму, не истерил. А Хенрик Фискер даже был немного счастлив, ведь по сути он выдал миру первый роскошный экономичный автомобиль. До появления Теслы Model S оставался еще минимум год. Счастье длилось недолго. Из-за задержек в производстве в 2011 году своей кармы получили лишь 200 человек. Поставщик аккумуляторов обанкротился. У первой партии машин также было немало проблем. У них отказывали аккумуляторы, у них были проблемы с проводкой. Некоторые даже горели. Более того, посмотрите, где Фискер решил расположить выхлоп бензинового мотора. Да, Топ Гир назвали карму лучшим авто 2011 года, но в то же время независимая компания Consumer Reports раскритиковала карму по полной, ведь им на тест достался кошмарный экземпляр со всеми проблемами, который в итоге сломался. Да и сами кармы получились не такими прекрасными, как было обещано. Проезжать они могли немногим больше 300 километров, а весили они почти две с половиной тонны, что вкупе с одним лишь задним приводом не обеспечивало автомобилю динамики достойной машины за 100 с лишним тысяч долларов. Сложно, сложно себе представить автомобиль с худшей репутацией на старте продаж. Наверное, даже у Весты в год релиза было меньше проблем. Ну, собственно говоря, Лада Веста до сих пор жива-здорова. У нее-то с кармой как раз все в порядке. Чего не скажешь о самой карме. А? А? Каламбур? Но Хенрику Фискеру было не до каламбуров. Шел 2012 год. Кармы кое-как собирались на заводе в Финляндии, какие-то даже добирались до своих покупателей. Очередная партия была погружена на судно и отправлена в США по морю. И тут вмешался ураган Сэнди. Во время швартовки судна уже там, в Нью-Йорке, казалось бы, на финишной прямой ураган обрушился на порт. Из-за контакта автомобильных аккумуляторов с соленой водой машины начали коротить. На судне разгорелся пожар, в результате которого 16 автомобилей Фискер Карма просто сгорели. Но это не самое страшное, ведь на борту оставалось еще примерно три сотни машин. Но им не суждено было добраться до покупателей. Корабль затонул. Весь. Целиком. Унеся с собой на дно все автомобили Фискер Карма, которые он вез. Да, те 16 автомобилей, которые загорелись, вероятнее всего были потушены. Но осадочек остался. Осадочек в виде 350 уничтоженных автомобилей Фискер Карма на дне Нью-Аркского залива осел на сердце Хенрика Фискера. Но какой осадочек осел на сердцах покупателей, сложно даже представить. В истории Кармы была поставлена жирная и катастрофическая точка. Всего с 2011 года было произведено примерно 2,5 тысячи автомобилей, из которых до покупателей добралось всего лишь 2 тысячи. Полторы тысячи в США и где-то 500 автомобилей в Европе. Фискер Карма. Экологичный. Чистый. Красивый. Автомобиль светлого будущего. Обернулся для Кенрика Фискера катастрофой настоящего. Плохо ли все сложилось? Несомненно. Но сломало ли это самого Фискера? Конечно нет. В 2013 году Хенрик Фискер покинул компанию Фискер Автомотив. Позднее, в том же году, компания обанкротилась. Ее купили китайцы, а позже переименовали в Карма Автомотив. Сегодня эта компания возродила производство Кармы только уже под названием Карма Реверо. Дизайн Хенрика Фискера живет, идея тоже. Этот автомобиль можно приобрести по цене от 130 тысяч долларов. Сам Хенрик в 2013 году основал дизайнерскую студию HF Design, нарисовал красивейший мотоцикл, роскошную яхту Бенетти, а также свою коллекцию одежды и аксессуаров. В 2016 году еще раз попробовал создать автомобиль VLF Destino, но уже с традиционным ДВС. Однако такой автомобиль миру сегодня уже не нужен, так что попытка не увенчалась успехом. Но люди вроде Фискера тем и хороши, что у них есть идея, мечта, а смысл их жизни – путь к мечте. Хенрик Фискер не унимается и в том же 2016 году создает компанию с величественным названием Фискер Инкорпорейтед. Больше никаких автомотивов, никаких дизайнов, только он, сам Фискер. Снова прорывная идея. Полностью электрические автомобили с возможностью автономной езды, передовые аккумуляторы, большой запас хода, невероятный дизайн. Снова в партнерах малоизвестная компания, на сей раз Nanotech Energy. Снова неравнодушный популярный актер. На сей раз Николай Костер-Валдау, готов вложить свои средства в разработку. Какая-то больно знакомая история. Вы не находите? Конечно, теперь, когда вы узнали историю Хенрика Фискера, вы можете быть настроены скептически. Чего уж лукавить, я сам смотрю на его новые инициативы с большой опаской. Ведь в чем же была основная проблема кармы? В том, что человек, стоящий во главе, лишь дизайнер с определенным видением будущего. Он не инженер, не продавец, не промышленник. Он лишь предприимчивый дизайнер. Он просто не знал, куда вкладывать деньги, во что инвестировать, кого нанимать. Возможно, вокруг него были неподходящие люди, а возможно, все ждали от него слишком многого. И под грузом ответственности и в спешке он допустил массу ошибок. Но я точно знаю, что за такими людьми, как Хенрик Фискер, будущее. Эти люди, визионеры, мечтатели, они не похожи на нас с вами. У них есть та самая идея, мечта, в которую они свято верят и идут к ней, несмотря ни на что. Эта вера порождает огонь в глазах, сильную харизму, которая и притягивает людей. Ведь чем бы была Фискер карма без своей многострадальной истории. Просто очередной машиной. А сегодня это легенда. На ней даже ездил главный злодей в фильме «Дурацкое дело нехитрое». Посмотрите, ну это же просто икона стиля. Или вот Делориан DMC-12. Без Джона Делориана просто кусок железа. А с историей каноничная машина времени. Икона прошлого века. Машины были бы никому не интересны, если бы не люди, стоящие за ними. Люди, которые знают, чего мы захотим задолго до того, как мы это захотим. И такие люди будут появляться всегда, потому что они нужны нам. Они будут идти к своей мечте, спотыкаться, падать, совершать ошибки, но снова и снова вставать и продолжать свое дело. Ну а Хенрик Фискер, как никто, знает, что мы падаем лишь для того, чтобы научиться подниматься. Редактор субтитров А.Семкин